За время своего существования человечество накопило огромное количество тайн и загадок, которые на первый взгляд кажутся нам абсолютно неразрешимыми. Пришло время пролить свет на белые пятна в нашей истории, что бы это ни было. Судьба древнего артефакта или закулисная борьба за власть? Тайна загадочного убийства или холодный расчет сильных мира сего? Ничто не останется нераскрытым, ведь после любого преступления остаются улики. В нашем случае это улика из прошлого. В октябре 2017 года российские военные вывели на орбиту устройство, назначение которого засекречено. Это спутник не для связи, не для слежки за потенциальным противником. Он не входит в систему раннего предупреждения о ракетном нападении. В документах Министерства обороны он обозначен лаконично. Космический аппарат номер 2519. Через два месяца К-2519 сильно удивил американских наблюдателей. От него отделился неопознанный объект, выполнил несколько головокружительных маневров в космосе, а потом снова пристыковался к большому спутнику. Когда наши спутники начали маневрировать активно на орбите, американцы тут же всполошились, потому что у них такой системы нет. И они тут же сказали, что эти спутники предназначены для того, чтобы мешать работать их спутнику. Необычное поведение космического аппарата вполне укладывается в концепцию спутника-инспектора. Такие сателлиты проверяют состояние других космических станций и в перспективе смогут даже проводить мелкий ремонт на орбите. Но во времена Холодной войны у них были и другие задачи. Американские спутники-инспекторы не раз пытались перехватить сигнал советских орбитальных комплексов. А Пентагон работал над программой похищения особо ценных космических аппаратов Советского Союза. Первые шаттлы, которые у них появились, они предусматривали сближение со спутником, захват спутника, свод его с траектуры или дальше предусматривающий вопрос такой по весу спутника, они могли взять, положить свой контейнер и распустить его на Землю. Еще в советское время спутниковая группировка США была самой крупной в мире. В новом веке Америка благодаря спутникам может управлять ударными беспилотниками в любой точке планеты. При этом оператор дрона может находиться за тысячи километров от поля боя. Находясь где-то там в закрытом бункере, генералы США могут управлять боевыми действиями в режиме реального времени, ну, в Африке, например, в Южной Америке или вообще где-нибудь у берегов Австралии. Я думаю, что в этом направлении американцы ведут разные исследования. Это и лазерные установки, это новые ядерно-энергетические установки, которые могут позволить определенным космическим аппаратам годами находиться на орбитах и как камикадзе выполнять какие-то вот разовые, локальные, но очень опасные акции. Возможно, в российском спутнике, выполнившем на орбите неожиданный маневр, американские наблюдатели увидели черты той системы, которую сами выстраивают в космосе уже несколько десятилетий. Загадочный космический аппарат проявил себя и в 2019 году. Тогда он сменил орбиту, сбросив высоту с 280 до 220 километров, а затем опять вернулся на исходную позицию. В том же году в армии США появилась новая структура – космические войска. А президент Дональд Трамп заявил, космос является следующей областью военных действий. А когда речь идет о национальных интересах, речь идет о подготовке к войне. Даже создание американцами недавно военно-космических сил, во-вторых, создание штаба командования военно-космическими силами, выделение отдельной статьи оборонного бюджета на военный космос, говорит о том, что американцы уже около пяти лет открыто занимаются милитаризацией космического пространства. Пока вы будете смотреть эту программу, над вами пролетит не меньше десяти спутников. И это не считая тех, что круглые сутки находятся, если не над головой, то где-то в обозримой части неба. Всего, по данным исследовательской компании «Дюэй Софт», в околоземном пространстве работает более четырех с половиной тысяч сателлитов. Около половины из них обеспечивают связь прямо в эти секунды, транслируя нашу программу. А еще следят за погодой, ведут научные исследования и так далее. А вот чем занимаются остальные спутники? Это как раз большой вопрос. Америка, например, перенесла в космос армейскую разведку, управление войсками, наведение высокоточного оружия, массу военного оборудования. Так как же работает эта невидимая система? С чего она начиналась? Может ли она стать угрозой для нашей страны? Документы и факты из прошлого приводят нас к совершенно неожиданным выводам. Давайте попробуем во всем этом разобраться. История космического противостояния сверхдержан. Почему многомиллиардные вложения не гарантируют превосходство в околоземном пространстве? Какие решения советских ученых свели на нет все преимущества спутниковой группировки потенциального противника? И в чем уязвимость современных орбитальных систем? Смотрите прямо сейчас. Ты меня уважаешь? Самые вежливые истребители спутника. Что такое космический этикет? К спутникам отношение, оно в соответствии со всеми международными конвенциями, должно быть уважительное. Но противодействовать им надо. Уникальный эксперимент нашей программы. Как работает элементарная защита космических аппаратов? И почему в ликвидации только одного спутника участвуют сотни специалистов? Мы создали научно обоснованную модель космической охоты на Земле. Звездные войны будущего. Кто на самом деле стремится к милитаризации космоса? Логично предположить, что в ближайшие десятилетия в космическом пространстве начнут происходить военные действия. И все-таки защитникам вероятнее всего их будет американская сторона. Ручная работа. Как запускают спутники с борта МКС? Спутник – это не футбольный мяч, куда пнешь, а бы куда летит. Это, знаете, как... Надо быть очень хорошим специалистом, чтобы понимать вот эти нюансы, тонкости. Соперничество военных в космосе было особенно ожесточенным во время Холодной войны. Сейчас, в момент специальной операции на Украине, оно снова набирает обороты. Как планировали уничтожать спутники в конце 70-х? Что за прорывные разработки предлагали ученые СССР и США? Какие из них приняты на вооружение, а какие, несмотря на изящность подхода, так и остались чертежами? В мае 1987 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев напряженно следил за стартом сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия». Перед этим он слетал на Байконур, чтобы лично присутствовать при запуске. Но запуск перенесли, и Горбачеву пришлось вернуться к делам в Москве. Военных и генерального секретаря это событие так интересует не только потому, что Советский Союз впервые запускает в космос носитель, способный доставить на орбиту 100 тонн полезного груза. Запуск — это и мировой рекорд конца 80-х, и продолжение секретной программы, которую возродил Горбачев. Его предшественник Юрий Андропов объявил односторонний мораторий на запуск и разработку перспективных военных спутников. Но теперь СССР снова в деле. Энергия должна вывести в околоземное пространство уникальный комплекс. Прототип боевого космического лазера. Изделие проекта «Скиф-Д». Завеса секретности настолько серьезна, что даже телекамеры установлены так, чтобы «Скиф» ни в коем случае не попал в кадр. Сможет ли он провести все эксперименты, тайну которых СССР тщательно охраняет? До запуска двигателя остаются считанные секунды. Мало кто знает, что в тот год страна доводила до ума и орбитальный лазер, и свой первый космический челнок «Буран». Два глобальных проекта требовали немыслимого напряжения сил целых научных коллективов и специалистов космической промышленности. Плюс колоссальные затраты. Около 14 миллиардов рублей вложило государство в «Буран» и еще столько же в «Лазер-Скиф». По нынешнему курсу это около 9 триллионов рублей. Насколько оправданы были эти затраты? Какие цели на самом деле преследовал Советский Союз? Почему СССР в 60-х был вынужден включиться в противоборство на орбите? Какие открытия наших ученых удивили заокеанских коллег и свели на нет грандиозные планы Пентагона по тотальному контролю за околоземным пространством? Как секретный проект «Скиф» стал прообразом современного оружия на новых физических принципах? И почему американцев раздражают новые спутники двойного назначения, которые Россия запустила в космос в 21 веке? 11 февраля 2019 года Пентагон опубликовал доклад «Вызовы в сфере космической обороны». Авторы говорят, что Россия и Китай угрожают безопасности Америки в космосе. Причем этот тезис уже много лет переходит из одной военной доктрины США в другую. Пентагон всерьез подозревает, что Москва продолжает работы над космическим оружием еще с советских времен. В космосе запрещено размещать ядерное оружие и проводить его испытания. Это уже не просто договор середины 60-х, под которым подписались более 150 стран. Это аксиома. Но про обычное вооружение в нем ни слова. Понятно, что танк или пушку на орбите представить трудно. Однако, определенно есть системы для космоса, о которых военные не рассказывают. О том, что такое оружие существует, мы можем догадываться по заявлениям официальных лиц. В 2005 году Россия в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не испытывать и не размещать в космосе обычное вооружение. О чем идет речь? Кто и что выводил или выводит на орбиту? В 2008-м Россия и Китай предложили всем странам подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. В 2014-м скорректировали его текст. И снова тот же вопрос. О чем говорят лидеры двух государств? Но главное, почему США всякий раз безапелляционно отвергает такие инициативы? Дело в том, что космос уже давно не совсем мирный. И борьба за него идет. Не шуточная. Историки говорят, что изначально в планы Советского Союза не входило военное освоение космоса. Поэтому преимущество в этой гонке сразу получили американцы. Первый полноценный спутник-шпион с новейшей для своего времени оптикой в феврале 1959 года вывели на орбиту США. Разведывательная программа американская – это полдела. Самое главное была опасность не в этом. Потому что когда пролетали спутники, мы примерно знали. И мы принимали определенные меры маскировки, противодействия этим спутникам. Иногда даже помехи могли поставить. Со спутников могли произвести пуск какой-то ядерной боеголовки. Пусть одной, но эта ядерная боеголовка имела достаточно маленькое подлетное время. Перехватить ее практически было невозможно. Точные снимки концентрации войск, аэродромов и пусковых установок. И все это в руках потенциального противника. Да еще и теоретическая возможность нанести неотразимый ядерный удар по территории СССР в любую секунду. С таким вызовом столкнулась наша страна в начале 60-х. 22 мая 1959 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 569-264 о создании первого советского спутника-разведчика 2К «Зенит». Чуть позже советские ученые взялись за решение еще более сложной проблемы. На случай полномасштабной войны стране требовалось противоспутниковое оружие. Мы понимали, что и противник будет разведывать нашу территорию, а вот как спутник сбить? Он же тоже идет и фотографирует, и никто ему не помешает. К тому же он может летать на нашей территории 24 часа в сутки, совершив 24 витка, да, и получит большое количество информации. Сбить вот эти спутники, это было архиважно. Казалось бы, самый логичный способ уничтожить космического шпиона ракеты с Земли. Но мог ли Советский Союз в то время провести такую операцию? Если с Земли попробовать сбить спутник, ну, собственно говоря, это нужно иметь определенную техническую возможность это сделать. Во-первых, нужно увидеть этот спутник. Второе, вы представляете, какой мощностью должна быть энергетическая, какая должна быть энергетическая сопоставляющая, чтобы достать этот спутник? Для того, чтобы понять, насколько сложно сбить спутник с орбиты, проведем эксперимент на Земле. Попробуем поставить опытного стрелка в те же условия, в которых работают ракетчики, специалисты системы обнаружения и наведения. Итак, планета движется. Значит, кандидат в мастера спорта, тренер по стендовой стрельбе, тоже не должен стоять на месте. Пока у него все получается. Но теперь мы усложним задачу. На самом деле движение спутника по орбите нелинейно. Он без указаний Земли может незначительно менять и высоту, и угол полета. Поэтому наша платформа начинает петлять, имитируя колебания орбиты спутника относительно Земли. Что и говорить. Не зря Анатолия Ермакова, инструктора по стрельбе, назначили преподавателем для военных, которые занимаются уничтожением вражеских беспилотников. Еще ни разу за время эксперимента не промахнулся. Но уже заметны отклонения заряда. Тарелка не взрывается, а косо уходит в сторону. Дробь ее едва задела. Приблизимся к реальности еще на шаг. Поскольку для перехвата спутника у наземных служб есть считанные секунды, закроем стрелку обзор до того момента, как цель поднимется на максимальную высоту. У него всего несколько мгновений, чтобы увидеть цель и поразить ее. При этом платформа летит по кочкам, трясется вверх-вниз, ее болтает из стороны в сторону. Поражение цели вызывает серьезные трудности. Но чтобы создать по-настоящему боевые условия, мы должны были бы использовать не дробовое, а снайперское ружье. Именно так видят свою цель противоспутниковые системы. Инструктор говорит, это уже за гранью реальности. Со снайперского ружья попасть невозможно. У дроби пучок достаточно больше, и вытягивается он в длину до 3,5 метров. И шансов больше попадания. Так как мы были в движении, и то, что ездили по кочкам, по всем, со снайперской винтовки по этой мишени попасть невозможно. Сама идея ракет класса «Земля-космос» позже будет доведена до совершенства. Возникнуты новые средства поражения космических аппаратов. Но пока их нет. И СССР остается только одно. Следить за действиями США, создавая собственные спутники разведки. Стратегическая разведка была дело небыстрое. То есть, в отличие, например, от воздушной разведки, где вы могли получить данные на глубину 400 километров в течение 2-3 часов. То есть вы произвели пролет на территории Соединенных Штатов Америки, сфотографировали определенные объекты, сделали несколько квитков, заполнили вот эти все фотокассеты, потом их надо сбрасывать. Сбрасывать на Землю. Из космоса до Земли фотографии идут примерно месяц. Космическая почта работала неспешно и в США, и в СССР. Не было средств связи, чтобы доставить развед данные в нужные руки. Фото и киноматериалы, по сути, сбрасывали из космоса на Землю в капсулах. Но что мы представляем себе при слове «капсула»? Небольшой герметичный контейнер, примерно вот такой. А вот это уже улика из прошлого. Редкий снимок трех вариантов космической капсулы «Зенит». Как видите, это полноценный спускаемый аппарат. Основная станция отстреливает его. Он проходит через плотные слои атмосферы, а затем приземляется на парашютах. Если все прошло по плану, то космическая посылка приходит на специальный полигон в Оренбургской области. Но можно ли ее перехватить по пути? Да или вовсе украсть информацию еще на самой орбите? Соблазн велик. Тем более, что послания из космоса далеко не всегда приземляются в заданном квадрате. Для обоих участников противостояния захват чужих разведданных был бы большой удачей. Нельзя было предсказать, куда упадет точно аппарат. Потому что, попадая в более плотные слои атмосферы и выпуская парашютную систему, дальше аппарат на парашютах подвергался воздействию движения слоев атмосферы. Конструкторы подстраховались на случай космического пиратства. Если контейнер приземлялся не в том месте, в котором его ждали, не в том квадрате, то также происходило самоуничтожение той кассеты, которая там внутри находилась. Это было также предусмотрено. И я не могу сказать, что все 100% кассет достигли, может, процентов 60 достигли Земли. Но ведь украсть информацию можно не только на Земле, но и в космосе. Над этой идеей работали ученые по обе стороны океана. Именно так возникли первые образцы спутников-инспекторов. Мы не ставили никогда задачу для спутников-инспекторов чисто военного направленности. Гражданский. Он у нас для гражданских целей. Но в любой момент мы можем его переориентировать и на военные цели. Здесь ключевую роль играет не само оборудование, а то, что этот спутник может маневрировать на орбите и приближаться или удаляться от любого космического аппарата. Подобные аппараты сейчас есть и у России, и у США. Чем же так необычен спутник К-2519, из-за которого едва не возник дипломатический скандал? Дело в том, что его маневры в безвоздушном пространстве невозможно объяснить действием обычных космических двигателей. Такой факт действительно был, что спутник Матка имеет возможность выпускать и принимать обратно спутники-шпиона, которые выполняют свои функции на орбите. Для американцев это стало неожиданностью, потому что американцы после развала Советского Союза уверили свою мощь, они в многих ракетных технологиях отстали. Сейчас они начали нас догонять. Кроме того, в Америке не подозревали, что Россия давно работает над технологиями не спутников. Считалось, будто этим занимается только Илон Маск. Для американской стороны вот наши военно-технические приемы, которые обнуляют их много-много миллиардные вложения, они особо болезненны. Но достаточно вспомнить, что первый мини-спутник, аппарат ЧАСКИ-1, Россия официально запустила еще в 2014 году. Он был спроектирован и разработан совместно нашими студентами, студентами Курского университета и Перуанского технологического института. То есть это совместный студенческий проект, который был воплощен нашим космонавтом Олегом Артевьевым, который, собственно, первым и запустил вот этот мини-спутник ЧАСКИ-1 во время выхода в открытый космос. То есть произошло точь-в-точь то же самое, что и с загадочным спутником Ка-2519. Большой корабль отправил в космос почти микроскопический по орбитальным меркам аппарат. ЧАСКИ весил всего полтора килограмма. И технологию запуска наши космонавты отработали в прямом смысле – своими руками. Запускаются такие спутники руками, просто толчок рукой. Во-первых, на Земле проходят тренировки. Как правило, в гидролаборатории примерно там проходит тренинг, каким образом правильно, как это все делается. Второе. Существует у нас группа баллистиков, специалистов, которые пишут инструкцию пошаговую, как что сделать, в какую сторону это должно осуществляться. Все это, естественно, отрабатывается. Очевидно, что создавать мини-спутники наша промышленность давно научилась. Но что за таинственные двигатели были установлены на аппарате, который насторожил экспертов из США? Для того, чтобы найти ответ, надо погрузиться в историю технологического прорыва СССР середины 80-х годов. Ракета «Энергия», которая весит 3,5 тысячи тонн, легко отрывается от стартового стола и уходит за горизонт. Но напряжение в кабинете Михаила Горбачева не спадает. Только через 50 секунд после старта, когда модуль «Скиф» успешно отделяется от носителя, генеральный секретарь может облегченно вздохнуть. Самостоятельный полет «Скифа» означает, что запущена программа невероятных экспериментов, которые задумали советские ученые. Один из них по тематике антигравитации. Но успеют ли физики его провести? Горбачеву докладывают, что в полетной программе боевого лазера возник непредсказуемый сбой. Неужели масштабный проект находится на грани провала? И сверхсекретный комплекс не выйдет на заданную орбиту. В 90-х многие эксперты задавались вопросом, зачем вообще Горбачеву понадобился космический лазер? Ведь совершенно очевидно, что он не сможет ни нагреть, ни тем более разрезать космический аппарат противника. Тем более, что к тому времени были более реальные способы борьбы со спутниковыми группировками. При воздействии на спутники есть три варианта. Первый вариант – это воздействие комплексом РЭП. Второй вариант – это кинетический перехват. И третий вариант – это воздействие термоядерным оружием. Все эти три варианта имеют разную, скажем так, степень последствий. Самый эффективный и эффектный – как раз ядерный взрыв в околоземном пространстве. А если создать своего рода фугасно-осколочный спецзаряд, который разбросает на орбите поражающие элементы, то противнику гарантированно будет нанесен невосполнимый ущерб. Заполнить ими орбиту в случае войны. Почему бы и нет? Но что такое, собственно, космический мусор? Вот типичный пример. Металлическая пластина около 15 сантиметров. Может ли она нанести урон космическому аппарату? Да, такая вероятность существует. Но для тех, кто захочет использовать подобную схему, возникнет непреодолимая проблема. Дело в том, что осколки такого размера и больше научились отслеживать Земли и, соответственно, уводить спутники от столкновения. Коррекция полета космического аппарата при этом ничтожно мала. Спутник надо подвинуть по орбите буквально на несколько сантиметров. Это центр космической связи в подмосковном городе Дубна. Прямо в эти минуты здесь следят за тем, чтобы трансляция нашей программы не прервалась, и сигнал со спутника был качественным. Десятки антенн направлены даже не в небо, а в сторону горизонта, к экватору. Большинство сателлитов занимают геостационарные орбиты на условной линии между северным и южным полушариями. Здесь же корректируют орбиты спутников при необходимости. Одна из причин для смены высоты полета — это мелкие обломки, космический мусор. Предупреждение об опасном сближении специалисты получают за несколько суток до вероятного столкновения. Летчик-космонавт Елена Серова вспоминает, что, например, для МКС это вполне привычный маневр. Маневр совершают не космонавты. Маневр совершается путем выдачи сигналов операторами с Земли. И уже дальше включаются двигатели, либо поднимают станцию, либо опускают станцию. Сейчас НАСА и Российский центр управления полетами способны рассчитать траектории даже самых мелких осколков до 3 сантиметров в максимальном измерении. Но элемент случайности все равно неизбежен. Это космос, говорит герой России. Бывали такие случаи, когда вот не успевали отследить, уже было поздно проводить маневр. Но на этот случай рекомендации были занять места в кораблях на случай, если вдруг обломок очень большой и возможно столкновение. Но, как правило, никогда таких последствий не было. То есть, по крайней мере, на моей памяти такого не было никому. Могут ли такие фрагменты нанести существенный вред спутнику? Проверим в ходе нашего эксперимента. Возьмем два листа пенопласта. Тонкий будет отвечать за внешнюю защиту космического корабля. По плотности он примерно сопоставим с теплоизоляцией и МКС, и большинства спутников. Более прочный лист будем считать оболочкой самого космического аппарата. Нам понадобится оружие с максимально возможной начальной скоростью полета пули. При обычных условиях стандартный патрон без проблем пробивает прочный корпус подопытного аппарата. Особых разрушений мы не видим. Но это на Земле. А вот что происходит при столкновении пластикового шарика с алюминиевым слитком в вакууме. Для того, чтобы создать эффект космического столкновения, возьмем более мощный, разрывной боеприпас. Но защитим основную цель тонким экраном. По земной логике он никак не может остановить пулю. Уверены в этом? Если да, вы просто никогда не сталкивались с эффектом сверхскорости. Невероятно! Экран разрушен полностью. А на прочном корпусе нашего спутника только несколько вмятин и немного копоти. По сути, он не пострадал. Для чистоты эксперимента мы все же нанесем удар по прочному корпусу спутника, убрав защитный экран. Да, последствия видны невооруженным глазом. Случись такое в космосе, спутник бы точно не выжил. Но в том-то и дело, что на скорости около 8 километров в секунду осколок при столкновении с внешней обшивкой мгновенно превращается в газообразную плазму. Именно поэтому, например, МКС выдержала сотни попаданий мелких метеороидов. Я всех спрашиваю, какая толщина стенки станции кораблей «Союз». Мне пытаются рассказать, что это метр или полметра. Я говорю, это 3-4 миллиметра алюминиевого сплава, плюс экранно-вакуумная теплоизоляция снаружи. То есть, по факту, это очень тонкая стенка. Итак, обычный пулей станцию или спутник на сверхскорости не пробьешь. В космосе простая термозащита в виде фольги вызовет детонацию заряда. Все спутники, они защищены. Самое интересное, что обыкновенная фольга, которая металлизирована, она там в космосе выполняет функции защитных бортов и тому подобное. То есть, при вешанной скорости того мусора, который там вращается, при столкновении с этой фольгой, он будет просто самоумничтожаться. Значит, нужно либо уменьшать скорость поражающих элементов, либо искать иные способы ликвидации аппаратов противника. Ядерная защита. Насколько эффективно атомное оружие в борьбе со спутниками? И какие идеи советских ученых воплотились в оружейных системах нового поколения? Что будет, если современная армия НАТОвского образца лишится поддержки из космоса? В середине 60-х годов на полигоне в Неваде проводят серию высотных ядерных взрывов. Ученые, среди прочего, хотят понять, как далеко распространяется электромагнитный импульс. Может ли жесткое излучение вывести из строя точные приборы? Пострадают ли космические аппараты после такого воздействия? В Пентагоне предлагают сбивать советские спутники с помощью атомного оружия. У США есть богатый опыт по части применения ядерных зарядов в околоземном пространстве. Причем, как утверждают военные, это абсолютно безопасно для населения. Вот улика из прошлого. Реклама ядерного туризма у полигона в Неваде. Всего 3 доллара с человека. А это самое известное фото с этого необычного аттракциона. Балерина Салли Макглоски на фоне высотного атомного взрыва. То есть решение найдено, и в случае войны советскую группировку можно уничтожить без особых последствий для самих США. На бумаге все выглядело гладко, но позже выяснятся неприятные подробности. Во-первых, ядерные отходы никуда не исчезают. Они все равно попадают на Землю. Кроме того, излучение и мощный импульс не разбирают, где чужая, а где своя электроника. Американцы это выяснили буквально после первого же взрыва мощностью почти 4 мегатонны. Они произвели взрыв атомный на высоте 750 километров, и в зону взрыва попала военно-морская база Сан-Диего. И вырубилось не только все на базе, но и в самом городе и в ближайших областях. Переставили работать электрические сети. Был такой коллапс. Выяснилось, что при подрыве ядерного боеприпаса в космосе могут пострадать все без исключения спутники. Эта информация, как предполагают, стала доступна советской разведке. Именно поэтому СССР не стал повторять американский опыт. Наоборот, выступил с инициативой полного запрета ядерных испытаний в космосе. Но сама концепция заградительных ядерных взрывов оказалась актуальной для противоракетной обороны. В случае глобального конфликта ее вполне могут применить. Ставку они сделали потом на нейтронное оружие, которое с помощью нейтронного излучения, либо рентгеновского излучения, вызывает эффект шипучки. То есть когда ядерная начинка, она вскипает, как газировка, и утрачивает уран в свои действия. Вот этот вот подход, его впервые внедрили американцы, мы тоже его потом повторили в нашей системе противоракетной обороны. 15 мая 1987 года Михаилу Горбачеву доложили. На 52-й минуте полета модульский ВД упал в Тихий океан. Прототип космического лазера безвозвратно утрачен. Но только сам генеральный секретарь и немногие посвященные в государственную тайну люди знали. Никакого лазера на ракете энергия не было. В космос отправился габаритно-весовой макет. Но на борту его была научная аппаратура, которая работала, несмотря на сбой в программе двигателей. Программа экспериментов была выполнена на 80%. Что это было? Провал или успех? Результаты космических опытов, которые провел псевдо-скиф, до сих пор засекречены. Но многое говорит о том, что исследования 30-летней давности очень пригодились России в наше время. Сразу после знаменитого полета в СССР началась работа над эонным двигателем. Он потребляет на порядок меньше топлива, чем обычный космический ускоритель. Но дает мощнейший импульс спутнику. Не правда ли именно такой двигатель потребовался бы загадочному объекту, который сначала облетел российский спутник Ка-2519 в 2017-м, а в 2019-м году сблизился уже с американским спутником? Мы, собственно говоря, разработали систему, которая, в общем-то, достаточно простая для нас. Для нас простая, эффективная. Мы ее можем применять многократно на разных спутниках. Американцы подобную систему создать не могут. И, конечно, все, что они не могут сделать, у них всегда вызывает отторжение, критику, либо требует запрета. Еще одно технологическое послание из 80-х – это системы радиоэлектронного подавления спутников. Есть данные о том, что эксперименты с ними проводили во время специальной военной операции на Украине. Установка заставляет сателлит с огромной скоростью передавать один и тот же сигнал на Землю. Формально никакого внешнего вторжения не происходит. Спутник банально теряет заряд и отключается до тех пор, пока солнечные батареи не дадут снова нужное напряжение в его сеть. Он подстраивается под частоту спутника, того же Илона Маска, и, например, и работает с целью подавления сигнала этого спутника. То есть вот такая система борьбы, которая, в общем-то, не уничтожает вроде бы сам спутник, но в то же время создает условия, когда этот спутник сам себя фактически приговаривает к смерти. По версии некоторых западных экспертов, радиоэлектронная борьба со спутниками, которые работали на стороне ВСУ, стала причиной остановки наступления киевских войск под Харьковом летом-осенью 2022 года. Если вы вырубаете космическую компоненту, то армия Украины будет дезориентирована, высокоточные комплексы будут дезориентированы, а работа с беспилотниками будет дезориентирована, а также будет нарушена связь с теми штабами, которые находятся за пределами Украины. То есть это со штабами НАТО. На некоторое время нашим войскам определенно удалось ослепить украинскую армию. Чем же ответили специалисты из США? Заявлением о том, что спутников теперь будет в два раза больше. Но есть ли в этом смысл? Ведь электромагнитное излучение одинаково влияет и на один, и на десять космических аппаратов. Если они попадают в зону воздействия. В феврале этого года заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что космические объекты, которые используются в военных целях на Украине, могут стать законной мишенью для ответного удара России. И это вовсе не угроза. Дипломаты не угрожают. Скорее всего, это сигнал о том, что пора договориться о правилах поведения в космосе. Однажды человечеству уже пришлось всерьез задуматься о том, как организовать воздушное пространство. Самолетов стало слишком много. Теперь на орбите тесно от спутников. Не пора ли создать для них что-то вроде правила дорожного движения? Но хватит ли у наших оппонентов политической воли, чтобы утвердить такие правила? Ведь создаются-то они на Земле. С вами была программа «Улика из прошлого». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова